Хорошо, хотя я там пока на вторых ролях. Так скучно осмётывать отдельные части платья. Ты этим занимаешься? Я думала, тебе найдут работу получше. В январе меня повысят. Сейчас им нужны только работницы на должность помощницы швеи. А, тогда другое дело. И это дополнительные деньги. Дорогая, скоро тебя обязательно повысят. Мою начальницу зовут Маруха. Она очень милая женщина. Она говорит, что нужно делать. И хорошо ли я сделала свою работу. 6 января уже прошло, пора выбрасывать ёлку. Да, я всё сделаю. Ты так и не сказала, мне понравились ли тебе подарки. Да, очень мило. Какой приятный запах. У этих духов жаль, что у меня нет жениха. Ну, в этом году он у тебя обязательно появится. Праздники закончились. Нужно продолжать жить, бороться, работать и мечтать о следующем Рождестве и Новом Годе. Надеюсь, что он будет лучше предыдущего. Как странно. В чём дело? Алехандро пришёл к Эмме так рано. Он её так любит. Я позвала Мария Эмилию. Спасибо. Вы устраиваете вечеринку по поводу возвращения твоих родителей? Да, у Марси. Ты тоже приглашена. Возможно, я не пойду, и Мария Эмилия тоже. Как это Марси сказала, что... Марси известно, что у Марии Эмилии нет платья. И ты не согласишься привести её в таком виде. Почему ты всегда разговариваешь со мной таким тоном? Чтобы ты заметил, какая пропасть лежит между тобой и Марии Эмилией. Я просила тебя оставить мою сестру в покое. Скоро ты сам убедишься, что я права. Дорогой. Любимая. Прости, что заставила тебя ждать. Делала укол бабушке. Я уже давно хочу это сделать, но всё время забываю. Возьми. Зачем? Мы хотели походить по магазинам, помнишь? Я сейчас занят годовым отчётом, поэтому лучше тебе сходить самой. Хорошо? Ну, дорогой. Здесь слишком много денег. Давай поговорим о чём-нибудь другом. Марси сказала, ты придёшь на её вечеринку? Да, да. Но я думала, будет лучше, если я не пойду. Да, я знал, что тебе не понравится эта идея. Но Марси уже всем сказала, что ты придёшь. Ты её обидишь. К тому же она убедила отца, чтобы он тоже пришёл. И это прекрасная возможность представить ему твою семью. Вы поговорите. Возможно, нам удастся его переубедить. Ну, что скажешь? Дорогой, дело в том, что я не готова пойти на эту вечеринку, и поэтому... Да, да. Купи всё, что тебе понравится. Всё, что захочешь. Для этого ты дал мне деньги. В таком случае я их не возьму. Мария и Эмилия... Нет, нет, нет. И ещё раз, нет. Это неприлично, когда женщина берёт деньги у мужчины. Пожалуйста, Мария и Эмилия. К нам это не имеет отношения. Возьми. Алихандр, прошу тебя, не заставляй меня. Мария и Эмилия, ты должна пойти на вечеринку, чтобы познакомиться с моим отцом. И я не могу позволить, чтобы ты пришла в этих лохмотьях. Прости меня. Прости. Я вышел из себя. Прости. Ты должна произвести на всех хорошее впечатление. Все мои друзья там будут. Пойми меня. Да. Да, дорогой. Но они должны увидеть меня такой, какая я есть. Нет, ты сама говорила, что не хочешь плохо выглядеть. Да, но я надену платье, которое сама могу позволить себе купить. Это не может повторяться снова и снова. Прошлый раз ты уже купил мне платье, когда мы ходили к тебе. Какая разница, на чьи деньги ты купишь платье? Разве мы недостаточно близки? Разве мы недостаточно близко знаем друг друга, чтобы оставить эти условности? Алихандро. Хорошо. Пожалуйста. Давай не будем спорить. Это наши деньги. И я прошу тебя принять их. Пожалуйста. Пожалуйста, возьми деньги. Ты сможешь купить себе много красивой одежды. Ты будешь прекрасно выглядеть на вечеринке у Марси. И я буду тобой гордиться. Это одна из твоих грязных уловок. Я не верю, что ты хочешь помирить Марию, Эмилию и Франциско. Это не твое дело. Я знаю, что делаю. Представляю себе. Я уверен, ты планируешь что-то против Марии и Эмилии. Послушай, ты можешь обмануть всех, только не меня. Алекс не знает, на какие подлости ты способна. Я имею на это право. Алекс был моим. Он должен быть моим. И он им будет. Цель оправдывает средства. Запомни это. Я не захотела брать деньги, и Алихандро разозлился. Он никогда так себе со мной не вел. У него было плохое настроение, он был зол. Даже кричал на меня. Влюбленные всегда ссорятся. И это даже хорошо, потому что... Что бы было, если бы вы никогда не ссорились? Скука. Но потом... Вы же помирились. Я уверена, что он перед тобой извинился. Да. Но у меня такое чувство, не знаю. Хорошо, хорошо. Все закончилось. Теперь ты должна купить красивую одежду. И показать этим павлинам, какая ты красавица. Я не знаю, что купить. Что-нибудь простое, но элегантное. Я не очень в этом понимаю, но мне кажется, это должно быть... Марсия. Заходи. Привет. Здравствуйте. Добрый день. Какое совпадение. Я как раз о тебе думала. Мне нужно купить какое-нибудь платье. Я пройдусь с тобой по магазинам. Правда? Конечно. Я выберу тебе платье. Ты будешь элегантной. Сама элегантность. Чудо. На русский язык фильм озвучен компанией Лайко Санкт-Петербург по заказу компании Централ Партнершип. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...